Всем огромный привет! Начинаем новую рукодельную неделю. И хочу начать я со своего хаеда, я на него что-то подзависла в последнее время. Ну и он у меня тут стоит на глазах, но естественно, конечно, он шьется, потому что все работы основные такие какие-то были, я поотложила. Кроме бисера, я может быть даже поставлю себе план закончить его до Нового года. Пока есть еще дни, время. Но сейчас хочу показать свой хаед. У меня здесь есть продвижение. Значит, вышло я вот столько, такой большой кусок. Появилась у меня вторая планета. Здесь вот кольца. Пока ее не очень хорошо видно, но видно, да, что она вот здесь. Я боялась, в общем, что она сольется вот тут, с вот этим вот желтым. Тут все вот это вот такими золотыми нитками. Вышиваются здесь какие-то розовые переходы. Но я боялась, что сольется вот с этой частью желтой. Но сейчас, видя вот в камеру, я понимаю, что вроде бы как и ничего. Потом, значит, здесь идет телескоп. И как раз вот это заканчиваются кольца. И продолжается телескоп. В общем, сейчас у меня в планах закрыть вот эту полоску. И пока что, может быть, на этом хаед я отложу. Но вообще не знаю, как пойдет. Потому что, возможно, такое, что у меня там дальше я пойду. Потому что, вообще, конечно, хотелось бы вот так две полосы отшить. И это будет половина листа практически, да. Вот. Напомню, что я вышиваю этот процесс на 14-й. Ну, аиди, это свайгард. Столетний, господи, уже. Вот так все это дело выглядит, получается. В принципе, я считаю, что неплохо. А просветов особых не видно. Здесь, конечно, я, когда вышла вот этот угол, думаю, что это такое вообще есть. И не подумала я, что это кольца от планеты. Ну, в общем, да. Вот сейчас я понимаю, что это все дело видно. Дальше как раз здесь окончание телескопа будет. Мне очень хочется его закончить. Мне очень нравится, как это выглядит. Вот здесь такие шестереночки. Там еще где-то они есть. Ну и, соответственно, мой процесс вот на таком этапе. Посмотрим. Если я сейчас дошью, я досниму еще кусок, покажу вам, что получилось. А вот это вот как раз уже получается знак рыб. Я вышила рыб, а это вот их знак. Тут такое начало. Он тоже такого золотого цвета. Его тут достаточно много. Нитки летят очень, конечно, вот эти вот тона. Тут практически весь лист будет таким цветом. И это середина работы. Может быть, я до Нового года бы хотела закончить этот лист. Уже точно бы. Посмотрим. Но если я сейчас возьмусь именно за вот этот процесс, тогда мне придется пооткладывать многие остальные. То есть те, которые тоже шьются и шьются постоянно. Я не знаю. Мне бы хотелось закончить Миша до Нового года. И, возможно, вот этот лист на Хаэде. Пока планов таких не делаю особо. Но посмотрим. Может быть и ничего. И оно у меня, это дело пойдет. Так, переходим к следующему процессу. Всем привет, огромный. Давненько я тут ничего не снимала. Господи, то праздники, то болели. Ну, в общем, то одно, то другое. И все, не доходили у нас с Саньком руки до этого дела. Ну, сегодня я хочу показать продвижение по процессу. Вот по этому, по локусу. Не могу я его не шить, конечно. Очень красивый, замечательный сюжет. Вот. И я начала ковырять вот этот вот цветок на вот этом листе. Сейчас покажу, что у меня получилось. Вот, девочки, мальчики, такая вот красота. Ну, тут у меня он небольшой, конечно, относительно. Вышиваю я второй лист. Кто помнит, что я вышивала в этом сюжете. Так, вот у меня схема. Здесь вот целый лист отшит. И этот лист я планирую закончить на этой неделе. Уже. Потому что тут осталось совсем чуть-чуть. То есть, если понятно, видно, да, вот здесь какие-то кусочки. Вот здесь стебелек. Ну, и вот тут вот на схеме вот стрекоза. И, собственно, тут особо-то и вышивать нечего. Потому что побыстрее хочется отшить второй лист. Уже и каком-то перейти к третьему. Здесь будет сбоку не целый лист, а такая, как, ну, кусочек такой. В схеме указано 8 листов. Но на самом деле их вот 6 и половинки. По-моему, да, там небольшие листы. В общем, сюжет очень интересный. Сейчас вот так подвину вам схему, чтобы видно хоть что-то было. Вот у меня второй лист. И вышивается все. Это несложно, легко. Я, в принципе, локс не вышивала. Ну, вот это моя вторая работа у этого производителя. Но и мимо пройти я не могла. Потому что очень интересные у них сюжеты. Очень много. Очень много нового там чего выходит, да. И все такие сюжетики достаточно заманчивые, скажем так. Мне много чего нравится. И нравится Санта. И потом, хоть я и не фанат там Санта-Клауса какого-то. И нравится мне у них вот эта розовая серия с фарфором. Потом новый там с лабрадором вышел сюжетик такой в розах. Там сад, что-то, домик. Ну, такое очень интересная, красивая картина. В общем, ну, ладно. Вот понятно, да, что здесь у меня тыква, цветы. И вот эти сейчас пойдут вот от тыквы. Ну, как эти, отростки или что. Ой, блин, время 6 утра. Никак не могу ее проснуться толком. Но надо снять видео. Потому что потом будет вообще некогда. Так, ладно, прерываюсь я на этом сюжете. И скоро-скоро вы увидите продолжение. Всем привет. Я сегодня хочу прям продолжить видео. И закончить уже это видео. Потому что оно снимается что-то очень долго, в общем, оно снимается. Все меня уже сто пятьсот раз спросили, когда будет видео. А когда ваши продвижения там, ваши продолжения. Девчонки мои тоже спрашивают. В общем, я дошла, дошла. Наконец-то начали учиться. Всех отправили кого куда. И вот тишина и покой. Честно, я думала, я сойду с ума за эти праздники. Все дома, а потом на больничном. А потом опять дома. Тут то мороз мы не учились. В общем, одно другому не мешает. Ладно, перед вами оцелот. В общем, который у меня шьется. Сейчас, в данный момент, очень быстро. Я прям уже очень горю его закончить. Значит, выше, что у меня было на последний момент. Я вам показывала вот где-то так и вот так. Ну, половина была и вот чуть-чуть выше глаза. Значит, у меня сейчас прорыв. В общем, я закончила все листы. Ну, новый лист начала. Вот. И закончила старые. В общем, вот такие вот огромные листы. У этого производителя. Все знают, да? Кто шьет. Да, вообще все лук знают. Мне кажется, он уже очень такой популярный стал. Среди вышивальщиц. Вот такие вот огромные листы у меня отшиты. Конечно, листы по сравнению с вышивкой. Очень такие, знаете, масштабные. Ну, с одной стороны, это хорошо. Не напрягает, что ни зрение, ничего. Не знаю, мне нравится, как у лукуса. Это дело обстоит. В общем, по ниточкам пройдемся. Ну, смотрите, в общем, какие-то цвета. Нет, они есть все. У меня просто что-то на органайзере. Вот. То есть, ниток еще достаточно много. Я не могу сказать, что я много израсходовала. С планшеток ниток. Вот просто шестой номер. Я его, его не так много. Я его просто на органайзере весь размотала и одела. И вот первый. А так, ниток приличное количество. Не знаю, мне кажется, что всего хватит. И вообще никаких проблем с этим не возникнет. Красных оттенков вообще останется куча. Потому что нос там чуть-чуть. Ниток достаточно много на самом деле на этот нос. Выделили вот четыре цвета, да? И они все будут в остатке. В большом причем. Вот здесь я вижу какой-то вот сейчас узел. Не знаю, это связывали нитки, что ли, так. Как-то вот не попадалось мне вот такой фигни. Мне попадалось только в гамме вот такое. Какая-то связка. Я не знаю, что. Ну, будем разматывать. Хотя тут... Что тут разматывать-то? Наверное, как раз уже этот узел у меня и скоро и будет. В общем-то, непонятно, что с ним. Обрезать придется или развязывать даже. В общем, не знаю. Я такой первый раз вижу. Давайте пройдем к отшитой работе. Вот сейчас у меня... Я не стала снимать пельцы эти. В общем, тут понятно, да? Сейчас у меня вот такой вот момент. Я отшила вот здесь еще кусок. И, как вы видите, я начала вышивать нос. Мне так хотелось его вышить, закончить. Поэтому я отсюда сиганула сразу на нос. Ну, и тут пошла потом вот эти вышивать усы. И что там? Морда, усы. В общем, вот так это вот на данный момент выглядит. И давайте я вам покажу, как это выглядит. Сейчас. Вот. Развернуто. Виде. Ну, вот так. Вот. Видно, да? Потом, конечно, дошью вот этот лист. Сниму вам уже, ну, вот эту все, как бы, красоту разверну. Ну, здорово. Четко. Мне очень нравится. Я прям за результат. В этой картине очень он такой классный, реалистичный. Несмотря на то, что здесь так мало цветов. И несмотря на то, что здесь, как бы, сама маленькая такая картинка, да? Обычно они такие пиксельные прям бывают. Но здесь очень крупная морда. Конечно, если взять этого оцелота в масштабе морды, то он бы был гигантский, как, не знаю, как домашние тигры. Но тут, смотрите, как классно получается. В общем, пробное мое такое начало было этого Лукаса. Думаю, возьму, попробую, все нахваливают. И я, ну, не разочаровалась, скажем так. Классная морда. В общем, все мне очень нравится. Дальше. Идем мы. Сниму, наверное, я одним видео не буду. Я делать никаких промежуточных. Что-то не хочется мне. Посмотрим. Идем мы дальше. Пока тут все у меня под рукой. К золотым, в общем-то, ручкам. К золотым ручкам мы идем по одной простой причине. Они у меня под рукой. Так, смотрите, значит, нитки. Почему-то у меня вот эта крепкая такая на вид планшетка, видите, оторвалась. Вот здесь десятый этот цвет у меня прям вылетел. Как можно так ее ниткой было прям поразрезать? Я не знаю. И я его переодела, в общем, на, ну, на пустую вот эту ячейку. И вот так. Так, тут есть металлик, по-моему, DMC-шный. Да, DMC-шный металлик. Вот. Вот такие цвета. Цветов еще достаточно много. И вот такие длинные нитки здесь в наборе. А набор этот, я сейчас вам напомню, это прохлада лесная. Вот этот вот, соответственно. В общем, что я вышила. Смотрите. Вот этот вот весь верх у меня отшит. И вот практически половина вот этого низа. Даже больше. Потому что птицу я тоже вышила. В общем, смотрите. По идее, мне осталась вот эта вода. Вот здесь. То есть вот этот вот верх, вся вот эта трава отшита. Но тут еще куча бэка. Бэк я еще... Ну, вот видите, тут какие-то такие... Я не делала. Я еще пока до него... Я начала там стрекозу одну, ну, и что-то пока оставила. Я думаю, ладно, потом натяну все это дело на большие куснапы и сделаю бэк уже разом весь. Вот такие у меня маленькие куснапики. Это подарочные, классные куснапы. Я очень хотела именно вот такие малявки. Иногда вот не хватает, да, именно таких на такие небольшие работы. Хотя работа 20 на 42. Ну, длинная она такая, да. В общем, смотрите. Калибри готова. Отшила я вот это вот все. Вот эту траву все. Ну, и верх тут у меня будет понятно. Ну, видите, не видно. Вот там цветочки. Ну, это кто кому интересно, есть видео, где предыдущие, где я этот верх как раз отшивала и показывала. Вот видите, я сделала тут одну стрекозу, я отбекала. Вот здесь наверху есть вторая стрекоза. Вот она. Ну, я тело вышила, но еще ничего с ней не делала. В общем, на таком вот этапе этот процесс осталось уже чуть-чуть, чуть-чуть. Как вам видите, это уже самый-самый низ. Ну, и вот пойдет у меня вода. Сейчас я вам покажу по схеме даже чего. Ну, значит, я тут схемы все храню в этих пакетах. Не знаю потом, куда я буду что девать. Куда эти схемы. Вот. То есть вертикальную траву я отшила, и у меня начинается... Блекнет она, да? Схема сильно. И вот, начинается у меня горизонтально. И вот этот вот кусочек. Очень-очень-очень ставлю в планы на окончание, на завершение. Тоже вместе с оцелотом, потому что все-таки эти наборы хочется закончить. Ну, даже, может, я и оформить это несу, потому что у меня там что-то накопилось. Столько всего в оформлении. Я даже, вот честно говоря, никак до него не доползу. У нас то багетку закрывали, то еще чего-то там с ней было. Потом у них с этим ковидом не было поставки материала какое-то тоже время. Ну, и как-то вот так, все вот так. Дальше перед вами набор натюрморт с тыквой. Предыстория. Лежал-лежал. Очень мне хотелось его отшивать. Ну, сами понимаете, процессов много, и не за каждый возьмешься. И тут моя подружка, Раечка, изъявила желание такой набор тоже повышивать. И, в общем, я ей его подарила на день рождения. Ну, и, естественно, общим коллективным разумом мы пришли к мысли о том, что его надо хотя бы начать. Хотя бы начать и хотя бы, ну, хоть что-то на этой красоте повышивать. Набор 46 на 51 сантиметр. Нитки и, в общем-то, бисер. Бисера много, ниток много. Но тут не указано количество ни ниток, ни бисера на обложке. Значит, сейчас я вам покажу, что у меня в итоге в конечном получилось. Получается. Я еще тут в процессе, в процессах. Так. Сейчас я как-нибудь вам поставлю. Это дело очень большое. Вот так. У меня это все выглядит. В общем, перед вами... Даже, конечно, косо на бок, ну ладно. Перед вами тень от фонаря. И я начала вышивать, ну, я не знаю, это укроп какой-то, сушеный, в общем, какая-то трава. И чуть-чуть кирпичной стены. Вот эти промежутки сюда уже вшивается бисер. Но мы решили сначала отшить всю эту ниточную, вот эту часть, а потом мы будем заниматься уже бисерной частью. На самом деле, ниточной части здесь не так много. И тут вот, видите, неполная зашивка, какие-то куски бисера здесь в этом наборе, конечно, больше. Больше в разы. Бисер красивый, яркий, замечательный. Вот. Поэтому, поэтому, поэтому... В общем, никуда не спеша, не торопясь, начали ковырять этот сюжет. И, в общем-то, пока что, вот на том, что я вам показала, я остановилась. Фонарь это вот этот. Тень от фонаря это вот это. Ну, естественно... Сейчас я вам как-то подвину, потому что... Сейчас камера стоит. Попробую. Вот, смотрите. И, естественно, понятно, да, что это вот этот вот укроп. Тут куча-куча тоже бэкстича. Но тут бэкстич очень нужный, потому что всякие травинки, вот эти вот ворсинки, это все как раз бэком делается. И я вышиваю вот это. Я вышила. И тут уже, видите, от тыквы пойдут вот такие ростки. Это как раз цветы тыквы. Фонарь вышивается весь бисером. Он очень такой, достаточно крупный, большой. Вот. И вот этот вот укропчик. Потом пойду, наверное, вот на эту часть стены, где вот этот кирпичик, ну, мешочек укропа. Вот этот вот рядом с укропом который. Это все, конечно, бисером. Классный сюжет, классный набор. Очень много у него поклонников у этого сюжета. И, в принципе, нисколько не жалею. Мне он очень давно нравится. А тут еще компания у меня появилась повышивать. Такой классный сюжет. Ну, и само собой, разумеется, мы его начали. Что касаемо схемы. Ну, там 8 листов ниточной части. И, соответственно, 8 листов бисерной. В общем, много там вышивать. Ну, пускай, пускай потихоньку, помаленьку он у меня будет. В общем, буду колупать. Следующий, мой наилюбивнейший сюжет, который я сейчас вышиваю. Я, наверное, просто кайфую от каждого крестика. Это, конечно, тыквы лукас, которые я и вам и обещала, что я закончу лист. В общем, и что я начну новый. Перед вами новый лист, не начатый. Тем не менее, я уже его подготовила. И очень бы хотелось его в ближайшие как-то дни. Ну, в общем, что я и буду делать. Я буду его вышивать. Сейчас я покажу вам свою красоту. Я вышила здесь два листа. Это очень красивый сюжет. Ну, это по моей версии. Кому-то, может быть, он, конечно, и не нравится. Вот. Замечательно вышивается. Легко. Нету здесь блендов. Нету тут никаких проблем там этих всяких полукрестиков. Ну, лукас есть лукас. Не знаю, прям моя фирма, мой производитель. Вышилась у меня стряка за цветок от тыквы. Потом вот этот бутон стал, ну, теперь у меня закончен. И я пойду вот сюда, в эту сторону. Это как раз перед вами вот это. Вот это половинка. Как я и говорила, там небольшой лист. И тут вышивать, в принципе, ну, как вы видите, да, кусочек тыквы. И вот четыре листика. Это на самом деле не проблемно. Это очень быстро отшивается. Вот. Так. Я еще хреплю после болячек. Не обращайте на меня внимания, пожалуйста. Так. По ниткам. Вот. Ниток еще много. Мне еще предстоит шесть листов отшивать. В наборе восемь. У меня в последнее время, почему-то, набор в них всегда по восемь листов. Вообще, я не знаю, как мне так везет. Очень такие классные, сочные тона. Много, видите, серых, вот этих зеленых, вот этой листвы, которая отшивается. Вот эти, которых здесь нету, они у меня на планшетке. Ну, они не так часто встречаются. Ну, как бы, я думаю, мне всего тут тоже должно хватить. Очень я довольна этим набором и этим сюжетом. Так. Органайзер у меня гамовский. Хотела купить низанку, но так как они закрылись, уже пыльный какой-то, так как они закрылись, сдался вообще, по-моему, этот магазин, что я не попадаю пока на того производителя. И купила я подделку гамовскую под пака. Пак покупать не стала, думаю, да какая разница. В принципе, особой-то и разницы между гаммой и пак я не увидела. Единственное, конечно, не такой он может быть крепкий, он вот так вот ходуном может ходить. Но, тем не менее, да, все окей. Ладно, бог с ним. Значит, органайзер у меня, вот, 42 цвета. Здесь как раз мне хватает, здесь 50, что очень удобно. И вот так у меня нитки висят. Иголки я здесь не втыкаю, потому что, как бы, ячейка есть, но вот эта вот сама, я не знаю даже, что это. Вот эта вот ерунда какая-то, поролон какой-то вот этот. Там остаются большие-большие дырки. И, в принципе, я могу сказать 100%, что эти дырки остаются. Вот, я пробовала, иголка потом, в общем, выпадать начинает. Она становится все больше и больше, эта дыра. Ну, и такая вот ерунда получается. В общем, вот. Всем привет. Всем привет, народ. Поймалась унисашу вам. После его красоты он должен тут сам все рассказать, потому что он отшил целый лист. Да. Как шил, Саша? Не знаю, как обычно. Как обычно, муторая она была. Одиночки много? Да, одиночки, черный цвет, как-то немножко. Вот надоело, если честно. Черный цвет? Ну. Ну, так садись на что-то другое. Ну, сейчас и садись. В общем, последний палец вышит. Не знаю, вот это вот что-то рука. Рука и часть камзова. Это получается, где-то ног одиночек. Это как раз он, да? Да, да, да. Часть камзова. Потом, значит, на схеме, вот, последняя часть вот у черепушки, вот это как раз будет, да, я так понимаю, соединять. И череп у тебя, в общем, готов. Череп готов, дальше пойдет камзов. Девчонки, она очень огромная, поэтому я вот так ее немножко не стала, в общем, снимать все это дело с... Да, с рам, потому что замучился натягивать и то неровно натянул. Да, натянул неровно. Есть тут у него какие-то вопросы с этой натяжкой постоянной. В общем, вот так это все, конечно, мятое, но, простите, простите, вот, дошьет верхний ряд, тогда уже, да? Будем, тогда снимет, развернет. Или когда не будем, будут переходить на следующую часть. Да, 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 да. Кому-то перекидит раму. Вот такая вот красота. Сейчас там, что, что, русалку? Сейчас, да, русалка. Русалка. Ну, это, наверное, на следующее видео пойдет, да? В общем, вот такая красота. Конечно, все это плотненько. Супер у него получается. Рука такая, как реалистичная, такая с когтями, с какими-то, с... Ну, вообще, вообще. Угу. В общем, вот таких она огромных размеров. Конечно, освещение такое, но уж и так три лампочки включила, уж я не знаю, как еще. Но, в принципе, да, все понятно. Потом снимем. Ну, картина освещения соответствует. Да, идет снег у нас, потом снимем на улице, потому что, чтобы четко было видно. Сейчас как раз-таки наоборот, у нас какой-то мрак стоит, снег пошел. И толку от этого света особого и нету. В общем, вот такая красота. Да? Да. Ты доволен? Очень. Очень. Вот, видите, доволен. Вот, получается. Ну, и по ниткам там, наверное, надо заказывать уже скоро, да? Черный, наверное, покупать опять. Ну, черный пока есть, но, слава богу. Есть. А вот остальные цвета, да. Сейчас начнется вот эта верхняя часть, там уже много цветного. Здесь вот уже вот на этом листе у меня добавилось где-то около пяти цветов. Других уже, хотя и незаметно, его просто незаметно, они уже добавились пять цветов. Ну, понятно. Ну, вот сейчас пойдет дело камзолу, как раз получается, там будет еще больше. Потому что с каждым подъемом вот эта вот полоса камзола и пуговицы, они идут все ярче, ярче и ярче. Смотри, она закрыла весь стол. Я даже стола вообще не вижу. Ну, полностью, блин, твоя простыня в стол маленький. В общем, вот такие продвижения у него. Вышел он целый лист. И я думаю, что продолжит. Когда? Когда на русалке лист еще вышел? Сначала русалка будет, а потом лист на бессмертных. И так я и чередую. По листу на каждой вышивке. Так, ну все, до следующего видео. Ну да, всем пока. Так, теперь придем к моему хаеду. В общем, ну шила я, шила, конечно. Вот почти пол листа дошила. И пока остановилась на вот таком вот куске. Значит, хотела я дошить вот эту часть. Ну, вот этот кусок. Ну, и видите, думала дошью и видео сниму. А тут меня начали трепать с этим видео. Конечно, мы долго не снимали. Такой был перерыв. Думаю, ну ладно, к следующему уж отчету тогда я вот это вот дело дошью. А может и больше дошью. Потому что он у меня в планах сесть с этим листом вообще как бы и закончить его в ближайшее время. А я, наверное, сейчас буду шить хаед. Вот, и, наверное, оцелота, чтобы лист завершить. Там тоже хотелось бы как можно быстрее. Так, ну что еще? Кофе кошек я своих золотого руна чуть-чуть пошила. Вышила полоску особо пока показывать не буду. Будет побольше, тогда я вам это сниму. Вот. Вот, и еще у меня в планах одно есть такое начинание. Я все думаю, 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 думала. У меня давно эта голова болела этим набором. В общем, что-то я никак все не могу его начать. Это уж вот такая сова от Риолис. Давно таки всем известная. И очень мне хочется. Она очень такая милая и легкая. Тут вышивать нечего. Ниток мало. Я уж набор распаковала. Вот тут сколько всего на всего цветов. Они тут еще повторяются. В общем, тут считайте одни белые и чуть-чуть серых. Ну, немножко тут. Хочется мне эту сову давно-давно-давно вышить. Я, может быть, даже начну как-то с ней возиться. Схема тут наипростейшая. Ну, все знаете, какие схемы у Риолиса. И хотела бы мне с ней повозиться. Причем, что-то я в планах все держу. И никак не вышью. Не знаю, почему у меня к ней такое вот. А тут копала в своих наборах. Там пыль вытирал. Думаю, надо посмотреть, какая тут схема. Ну, и залезла. Ну, да и обычная схема. Ничего сверхъестественного в этой схеме нет. Хотя шерстяные нитки, я, конечно, небольшой их фанат. Но я понимаю, что она такая милая, плюшевая получается. Конечно, шерсть есть. Шерсть и опять здесь канва вот этого цвета льна, на который я вышиваю сейчас два процесса. То есть, только тут 14-я она покрупнее. Ну, ладно, это все как бы в процессе. Посмотрим, как она у меня пойдет. Потому что, да, мне бы хотелось поковырять бы ее. И я, наверное, может быть, даже сегодня с ней что-нибудь придумаю. Потому что вышивать, в принципе, немного. И я знаю, что у меня получается очень такая она няшная такая, да. Самая милая сова, наверное, которая мне нравится больше всех производителей, это вот эта. Вот. И, ну, в общем, наверное, начну. Что я? Тут сложного ничего нет. Схема простая. Нитки тут такие. В общем, не знаю, даже буду ли я под них органайзер какой выделять. Ну, посмотрим. В общем, вот такие планы. В планах у меня, конечно, да. Закончить, смотрите, лист в оцеллоте. Начать последний. Закончить тут лист в зодиаке. Мне бы тоже очень хотелось. Поэтому я к следующему, наверное, отчету буду заниматься вот этими процессами. Потому что я тут закончу лист. Видите, у меня осталось тут. Ну, считай, половина, да. Вот эту закончу часть. И будет пол листа. И уже можно там будет переходить на следующий. Как бы и нижний ряд. Вот. Так что да, да, да. В планах, конечно, стоит. Ну, вот, наверное, на этом я видео и закончу. Ничего пока я больше не планирую. Хотя мы там с моей подружкой начали чуть-чуть Венецию поковыряли. А Триолиса тоже такой парный у нас получился сюжет. И у меня этот набор лежал и у нее лежал. Ну, я там показывать нечего. Я что-то достала. Чуть-чуть-чуть-чуть вот отшила буквально немножко. И что-то я ее положила. Ну, пока не знаю. Пусть пока лежит. Посмотрим. И в планах у нас еще с ней начать гусей от черивной мити. Ну, пока, наверное, мы пошьем натюрморт с тыквой. А там посмотрим. В общем, да, может, к весне начнем. Ну, пока туда-сюда. Ну, пока туда-сюда. Хотя мне хотелось бы, конечно, какой-то зимний сюжетик все-таки начать. Потому что, ну, как-то вот очень давно я зимнего ничего не вышивала. Хотя у меня пара-тройка наборов, наверное, какая-то наберется, если вот так именно зимой. Ладно, посмотрим. Планы планами я пока ничего строить не буду, значит, в ближайшее время. И планы снимать не буду. Нет у меня никаких планов на самом деле. Планы у меня одни. Вот то, что шью сейчас. Да, ну, как бы это все дело потихоньку заканчивает. Больше, как бы, никаких пока начинаний нет. На красавицах я вышла тысячи две. Там шторка. Ну, там на ней не видно. Тоже пока не буду пока закончить. Тогда совсем все это. Первую девушку. У меня осталась только красавица. Ну, и тогда я вам уже отсниму конкретно законченную мадам. Ну, и все на этом. Давайте будем прощаться. Конечно, постараемся с видео не затягивать. Сашка там сейчас пошел шить свою русалку. Надеюсь, он закончит лист. И вам будет что показать уже в следующем видосе. Вот. Потому что он тоже там с ней. У него вода-вода. Ну, понятно, когда там шьешь одну воду, от нее тоже устаешь. Цветов много в этой воде. Но очень она такая, конечно, реалистичная. Ладно. Всем до свидания. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok